Депутаты, у меня информация об организации подготовки учреждений образования к новому году 2012-2013 учебного года. Надо сказать, что первым организационным моментом это было постановление главы администрации, объединяющие все комитеты администрации на организацию работы по подготовке учреждений к новому учебному году. Данное постановление выпущено еще в апреле месяце, и, соответственно, с этого момента начались все организационные моменты. В следующем учебном году в нашем районе продолжатся работу 52 образовательных учреждений, из них 18 школ, в том числе частные образовательные учреждения школы православной культуры. Общая численность детей в школах составит 6521 ребенок, из них первоклассников в этом году 689. Но мы ждем еще поступления, потому что у нас весь август еще впереди. То есть, в принципе, есть свободные места во всех школах, первых классах, так что мы примем всех желающих. Будет также продолжить свою работу 22 дошкольных учреждений, численность воспитанников составляет 3586. Учреждения дополнительного образования их 10. И те ребята, которые посещают учреждения дополнительного образования, составят около 6000 детей. Это не меньше, чем в предыдущие годы. При всех тех организационных и реорганизационных моментах, тем не менее, численность детей в дополнительном образовании не уменьшается. Продолжит свою работу детский дом, в котором планируется численность детей 60 человек, и центр диагностики и консультирования для детей, которые требуют коррекции. От 3 до 7 лет дети всего района нашего обеспечены местами в дошкольных учреждениях. 100% составляет охват. И охват детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, в которых непосредственно реализуется образовательная программа по подготовке к школе, 98%. И ремонтных работ, и закупки оборудования. В этом году мы получили средства за счет областного бюджета, за счет федерального и также муниципального бюджета и привлеченные средства. В общей сложности это составило по расходу до конца года 52 миллиона 374 тысячи. Также были использованы данные средства на установку систем видеонаблюдения. Во всех школах по периметру установлены видеокамеры, выведены на один монитор для дежурного, который, увидев какие-либо нарушения согласно монитору, у него есть в доступе кнопка тревожной сигнализации, которая выведена на пульт охраны либо полиции. Для обеспечения безопасности образовательных учреждений по муниципальной программе безопасности учреждений образования было выделено 4 миллиона 512 тысяч рублей. На эти средства установлены ограждения и устанавливаются ограждения в трех школах. Это в третьей, во второй и в шестой. А также будет проведена аттестация рабочих мест в десяти школах. Какой объект из учреждений образования вызывает тревогу по открытию? Значит, открыты будут все образовательные учреждения, но мы сейчас работаем над составлением совместно с Игорем Николаевичем по адресной программе, которая будет предложена вашему вниманию на рассмотрение. Значит, вот на комиссии был вопрос по поводу Фолилеевского детского сада. Игорь Борисович как раз таки вызывал беспокойность. Действительно, данный объект необходимо включать в следующую программу ремонт кровли. Смета составлена на миллион триста рублей. Она не попала в прошлом году, к сожалению, в программу, потому что программа как таковая вообще не была принята. Вот. Вот я думаю, что вот этот объект наиболее такой, который требует особого внимания. Остальные объекты, они находятся под постоянным контролем администрации района. И поэтому, как только возникает какая-то аварийная ситуация, надо дать должное. Принимаются все необходимые меры, выделяются средства из резервного фонда. Слава Ивановна, контингент мы сохраним, увеличим или вот... К сожалению, Александр Иванович, по сельским школам за последние три года контингент уменьшается. И, знаете, вот, наверное, тут даже уже очень хочется обратиться и к главам администрации сельских поселений, и к руководителям, ну, к главам сельских поселений. Ну, каким-то образом, возможно, какие-то программы разрабатывать для увеличения сельского населения, для притока рабочих кадров, чтобы они приезжали к детьми, и мы тогда будем пополняться. Организовано открытие дополнительных групп в детских садах. Это в 18-м детском саду, в 13-м детском саду, во 2-м детском саду. Как раз-таки рассчитаны именно на этот возраст. Там сейчас ведутся ремонтные работы. Нам останется закупить мебель, и, соответственно, к 1 сентября эти группы откроются. На регистрационном учёте обратились родители, которые зарегистрировались на получение места в дошкольном учреждении. На 1 сентября, возможно, не будут обеспечены местами, хотя мы сделаем всё возможное для этого, где-то около 70 детей. Департамент район, изыскав денежные средства на ремонт школы и кровли детского сада, в расстоянии с проливием, повреждены в следствии чрезвычайной ситуации, превращающейся в декабре 2011 года, программами это касательно детского сада. Денинград, президент, Совет депутатов, муниципальный район приняты на проект решения. Денинград, президент, Совет депутатов, муниципальный район приняты на проект решения. Денинград, президент, Совет депутатов, муниципальный район приняты на проект решения. И нагрузка на специалистов отдела, которые занимаются этим программой, достаточно высока и возросла. Ну и, во-вторых, мы имеем положительную динамику в предоставлении улучшения жилищных условий для семей. То общежитие, которое организовано под зданием больницы, административного корпуса. И говорили, что мы расселим там людей, причем с намеком, что вот у нас дается жилье, мы там расселим людей и там будем делать диализное отделение. Что-то по этому вопросу делается. Насколько я знаю, мы с Виктором Ильичем обсуждали эту проблему. Идет ремонт архива, сейчас новый архив переедет, и квартиры, в которых сейчас замещается старый архив, они будут отданы именно под оборудовую квартиру. В Кингисевском районе разработана нормативно-правовая база и перечень взаимодействий и порядок работы отработан с администрацией поселений для предоставления земельных участков. В Кингисевском районе проведено всего 16 заседаний комиссии. Комиссии проводятся один раз в квартал, не реже. Всего подано 728 заявлений от граждан о бесплатном предоставлении земельных участков. Из них в очередь было поставлено всего 629 заявлений. В том числе 76 заявлений принято от членов многодетных семей. На 2012 год предусмотрено плановое предоставление земельных участков в количестве 156 на 1 июля уже предоставлено, что более половины плана от 2012 года. И на настоящий момент в очереди состоит 401 заявитель, из них 54 заявления принято от многодетных семей. Есть общие проблемы по реализации областного закона. Те земельные участки, которые предлагаются для предоставления, не всегда пригодны для предоставления. Иногда отсутствует возможность прохода и проезда к земельным участкам. То есть работы по организации проезда предлагается осуществлять за счет заявителя. Печальный опыт мы имеем, в том числе по городскому поселению, когда 24 участка в позапрошлем году было отдано. А сегодня вынуждены мы, в том числе городское поселение, власти города, выделять деньги на инженерную инфраструктуру, на элементарную инженерную инфраструктуру. Потому что далее в таком месте, в болоте откровенно, со свалкой, 1 600 000 уже заношили в бюджете на строительство временной дороги, временного подъезда по улице Светлая, еще название такой улицы, архитектура дала. Мы понимаем, что ситуация с газонабжением в районе очень сложная. В настоящий момент нами направлены письма были и в Газпром газораспределение, и в Леноблгаз, и в правительство Ленинградской области о возможности так называемой закольцовки, строительства и закольцовки Кингисепского муниципального района. К сожалению, до настоящее время никаких либов на это не получено. В густной форме было сказано о том, что пока не будет окончательно построен магистральный газопровод в Санкт-Петербург, Эстония, на Эстонию взамен существующему реконструкции, этот вопрос, в общем-то, он будет в таком подвешенном состоянии. Активность только проявили у нас Кингисеп и Ивангород, которые в 2011-2012 году частично вводят газопроводы в своих поселениях. В настоящее время у нас идет строительство газопровода с 2011 по 2012 год, окончание 30 августа по контракту. Это большой Малый Луцк. У нас там 129 живых домов, протяженность газопровода почти 9,5 километров. Другим сельским поселениям программ газификации как таковых нет и полномочия району не переданы. Я считаю, что тут необходимо будет подумать и решить этот момент. Но фактически, если вот в ближайшие 5 лет нам не заняться газификацией района, она забудет. Она забудет. У нас стыдобо строится порт, у порта нет газа. То есть нет магистралки. Это вообще такого кошмара придумать, когда Европа вся смеется над нами. Ведем работу по возможности создания муниципально-бюджетного учреждения, которое бы занималось вопросами от проектирования, строительства, сдачи в эксплуатацию. Где бы мы смогли набрать людей, именно в это бюджетное учреждение, специалистов, которые есть у нас, которые готовы прийти работать, но которых мы не можем прийти сюда на муниципальные должности. Я понимаю, о чем ты говоришь, понимаешь. Вот, сделать там, создать такой центр. Программа модернизации, вы знаете, программа модернизации здравоохранения действует с 2011 года. Она утверждена у нас в основном правительстве Ленинградской области о 29 махаха 2011 года. Источники финансирования программы за счет федерального бюджета 106 163 000 в 2011 году. Это было порядка 64 800 000. И в 2012 году это 27 700 000 рублей. И с бюджета муниципального бюджета 500 000 рублей. В 2011 году 300 000. И в 2012 году 200 000 рублей. Мероприятие программы. Это совершенствование помощи детям. Это диспансеризация 14-летних подростков. В 2011 году у нас был план осмотра. 460 подростков осмотрели на 1 января 2012 года. 488 человек, когда 106% выполнили план. На 2012 год запланирована диспансеризация 472 подростков. За 5 месяцев 2012 года осмотрят 41 подросток пока. Но здесь все привязано к школьному периоду. И основная масса осмотров пойдет с 1 сентября. В этом году поставлена уже нам тоже эндоскопическая видеостойка для проведения исследований фиброгастроскопии, бронхоскопии, колоноскопии для всех исследований кишки и бронхи. Она поставлена сейчас, идет подготовка помещений для ее установки. Еще планируют получить в этом году центральную мониторную станцию для слежения за больными. Это отделение реанимации на 10 пациентов. Два аппарата для наркоза и три аппарата и выгод. Капитальным ремонтом. Знаете, что в прошлом году было многое стало, что 65 миллионов практически было выделено на капитальные ремонты. Пять объектов. Самые крупные объекты это Вангородская детская поликлиника. И четыре объекта в Кинистерской больнице. Это капремонт отделения терапии, травматологии, неврологии и детское отделение, отделение патологии новорожденных, первый этаж. В Кинистерской больнице ремонты все завершены, все объекты сданы, сейчас уже работают эти отделения. По Ивангородскому объекту там были как объективные, так и объективные сложности. Ремонт сейчас там на стадии завершения. То есть там возникают сложности по ходу ремонтных работ и за выполнение. И системы вентиляции не было в проекте, хотя проект прошел экспертизу, не было системы вентиляции, не было запланировано проект по обустройству рентген-кабинета. Это отдельный проект, поэтому вот это потребовало затяжки времени. Ну и соответственно и подрядчик тоже, конечно, срывал сроки выполнения ремонтных работ.